Здравствуйте! Некоммерческие организации в правительстве региона называют движущей силой развития Чувашии. Михаил Игнатьев отметил, что НКО реализует проекты, приносящие пользу людям. О том, кому помогают общественники и в какой поддержке нуждаются сами, мы поговорим сегодня. Знакомьтесь, за круглым столом Тахир Меджапаров, председатель Ассоциации замещающих семей Чувашской Республики. Алексей Судленков, председатель Общественной палаты Чувашии. Оксана Вербина, первый президент Федерации фитнес-аэробики Чувашии. Роман Васильев, член Общественной палаты Чувашской Республики. Итак, дорогие гости, я предлагаю вам для знакомства каждому рассказать коротко об НКО, который вы представляете. И главное, о том, какие цели и задачи у ваших проектов. Начнем, наверное, с вас. Тахир, расскажите, пожалуйста. Ассоциация замещающих семей Чувашской Республики существует с 2014 года. И поскольку в период национальной стратегии действий в интересах детей 2012-2017 года была поставлена правительством Российской Федерации большая задача о деинституализации детей-сирот и перепрофилировании сиротских учреждений. То есть у нас с 2015 года уже такой стигмы, как детский дом, не существует. С 2015 года, 1 сентября, детские дома называются центрами содействия семейного воспитания. И там дети помещаются временно. И они живут по 481-му постановлению в группах по семейному типу и в группах по квартирному типу. Дети в основном у нас сейчас в нашей республике, это 97,3% примерно, проживают уже, дети-сирот, проживают уже в семьях, устроены на семейное воспитание. Это очень важно. Поэтому более 3000 семей, где дети находятся под опекой, это вот ассоциация приемных семей. И, конечно же, очень важно выстроить систему поддержки, сопровождения этих граждан. И мы, с чем мы занимаемся ассоциация? Мы очень тесно сотрудничаем с Министерством образования и молодежной политики, Министерством социальной защиты, которое непосредственно обслуживает нас и занимается нашей проблематикой. И мы хотим выстроить систему, вот как общественная организация, выстроить систему такой профилактики предупреждения неблагополучия семейного. Это очень важно. И предупреждение вторичного сиротства. Потому что даже в приемных семьях очень много трудностей и необходима поддержка разного плана. Это и психологическая поддержка, и, конечно же, прежде всего сопровождение. И медицинских вопросов очень много у нас. Вот мы работаем с 2014 года. И я думаю, что результаты нашей работы, они вот налицо в каком плане, что по статистике РИК-103, это Росстат, наша республика в лидерах третий год по устройству детей-сирот в семье. То есть, другими словами, у нас сейчас, еще раз повторяю, 97% детей находятся уже в семьях. Какие вот проблемы вот острые есть, которые вот нужно решать? И вот вам требуется поддержка на решение? — Проблем достаточно много. Это такая, на самом деле, мультидисциплинарный должен подход, межведомственный, межсекторный. И поэтому, конечно же, неправительственные организации, которые работают в сфере детства, поддержки детства, семьи. И те министерства, которые профильные, работают вместе с ними, они должны быть заточены на работу с друг другом. Это очень важный момент, что мы должны, конечно же, взаимодействовать и делать жизнь этих людей, этих семей комфортнее, удобнее. — Полноценнее. — Полноценнее, конечно, вопросов очень много. — Хорошо, спасибо вам большое. Оксана Юрьевна, теперь ваша очередь. — Возглавляю Федерацию фитнес-орубики Чувашской Республики уже 21 год. У нас будет юбилейная дата в 2019 году. Для того, чтобы формировать устойчивую потребность детей в ежедневных, регулярных занятиях физической культурой, это важно как для федерации, так и для государства в целом. Потому что дети должны с интересом ходить на занятия по физической культуре. Не только в школах, в вузах, в садиках, но и ходить по видам спорта в секции. Потому что, во-первых, мы отвлечем детей от компьютеров. А второе, мы им дадим возможность реализоваться в качестве личности. Потому что, когда ребенок учится хорошо, тренируется, побеждает, это дает тот толчок для стержня любого человека, для его самоуверенности, для того, чтобы он нашел себя в этом мире. Чтобы он не искал себя в подъездах, на дискотеках, в тусовочных клубах. А именно, он находил свою семью, спортивную семью, в спортивных залах, в спортивных секциях. Также возглавляет федерацию акробатического рок-н-ролла. Это совершенно другой вид спорта. Но он похож на спортивную направленность, на фитнес-аэробику. А потому что там есть команды. То есть у нас вид спорта командный. Количество участников от 7 до 25 человек в команде. Вы представляете? Команду сплотить, чтобы как одна все работали. Это очень важно. В день на порыве. Конечно. Командный дух, он везде командный дух. Конечно же, все, что есть у нас, это создается совместно и с родителями, и с самими детьми, с их желанием. С нашим аппаратом, федерация по видам спорта. Но есть и проблемы. Какие? На сегодняшний день, вы знаете, наставничество очень важно. То есть у нас не хватает специалистов. Что такое специалист? Специалисты по видам спорта. Так как наш спецспорт молодой, с 2016 года всего лишь. Специалистов мало. Но мы и эту проблему стараемся решить. Каким образом? Глухие деревни берем. То есть они, приезжая на соревнования в республику, это как нам в Москву приехать. Для них это вот что-то предел фантазии. Ну, конечно, мы организовали транспорт, значит, дали лимонад и пирожок дома испечённый. Но это правда, как есть. И они действительно цепляются за эту жизнь, чтобы вырасти и жить дальше. Стремиться развиваться. Выучиться, наверное, всё-таки в Чувашской республике и обратно вернуться в свою деревню. Именно наставником, наставничество. Вот это хочется развить. Федерации по видам спорта у нас сильные. И специалисты работают сильные. Просто ребята настолько, ну, я имею в виду президента федерации, они настолько углубились в спорт выше достижения, что спорт выше достижения, ну, это моя точка зрения, без массового спорта он не сможет, и у него не будет подпитки. Массовый спорт, должны постоянно детки новые. Они дают новый виток. И из них мы выберем лучших спортсменов. Не только, конечно, Чуваши, но Европа, именно надо стоять выше планку и идти к ней. Естественно, мы хотим, чтобы выстраивание отношений административного ресурса и федерации, оно было тесно. И чтобы слышали нас. Если нас будут слышать, мы сделаем многое. Я являюсь руководителем молодежного движения «Я гражданин». И мы в первую очередь занимаемся вопросами молодежной политики. То есть вот, сейчас у нас есть активно, которые развиваются, два направления, в которых мы работаем. То есть это первое направление, это спортивный проект «Богатырский путь», где мы как раз занимаемся тем, о чем говорит Оксана, это развиваем массовый спорт. То есть сейчас в городе Чебоксары, в Чувашской республике, если посмотреть в каждый двор, везде стоит огромное количество турников, тренажеров. Но самая большая проблема, что люди на них не занимаются. И они там не занимаются просто потому, что они не знают, как на них нужно заниматься. То есть у них нет из-за этого мотивации на них заниматься. Они пришли, попробовали, они попробовали и думают, либо для кого-то это слишком легко, и поэтому они уже в следующий раз туда не идут, а для кого-то это слишком тяжело, и он уже думает, все, больше не пойду. Вот я вот набегался в прошлый раз, не пойду. То есть а что нужно для того, чтобы массовый спорт развивался? Нужно, чтобы появились на местах, как раз-таки в дворах, люди, активные граждане, которые готовы брать на себя, так сказать, проведение каких-то спортивных тренировок, спортивных развлекательных мероприятий у себя в дворах. То есть вот в том году, ну вот на протяжении этого года вот мы работали в Новом городе, микрорайоне Радужный, то есть там проводили тренировки. Я вам скажу, что пользуются спросом. Огромное количество людей туда ходит. Вот. Дальше. Мы делали специальную площадку, где проводили тренировки по лечебной физкультуре, где проводили лечебную физкультуру в Лакреевском лесу. То есть туда так же, то есть там просто густонаселенный пункт, и там проживает в основном население более взрослое. Это где вот колхозный рынок, вот этот кусок если брать. Вот. Они с удовольствием ходили, потому что... И они хотели ходить, то есть они вот до сих пор ждут, к нам обращаются, когда у вас будут опять тренировки. Потому что людям нужно жить в сообществе, им нужно чем-то заниматься. Конечно. Все люди хотят что-то делать, и они не всегда готовы делать это в одиночку. Вот. Что мешает еще раз проводить такие мероприятия? Что мешает? Ну, в первую очередь нужно, чтобы были тренера подготовленные, которые могут и оказать первую медицинскую помощь. Да? Это первое. Второе. Уметь взаимодействовать с людьми. То есть они должны быть даже не столько быть первоклассными тренерами, они должны, получается, уметь сделать так, чтобы человеку понравилось на этой тренировке, и чтобы она ему была приятна. То есть правильно же говорю? То есть тоже так. Можно добавлять, да? Можно добавить, как специалист по виду спорта, по фитнесу, но, наверное, все-таки ЛФК и фитнес, он в гармонии идет очень близко, потому что оздоровление переводит. Первое. У нас есть, нужно поднять, я так думаю, тренер двора. Есть такая должность, есть такая ставка тренер двора. То есть он, получается, работает не в каждом дворе. Есть у нас с вами площадки, где по хоккей, фигурное катание и футбол. Да, они работают, но есть ли команды? Да, проводят. Но нужно просто промониторить. Дальше. Что касается, значит, волонтерской системы, о чем ты говоришь? Все-таки специалист на эти тренажеры обязательно должен быть специалист. Почему? Потому что, не дай бог, зима, травма. Да, первая помощь, не каждый специалист. То есть мы всегда проходим первую помощь. Но молодые специалисты, они действительно пугаются. Что должно быть? То есть это всегда совершенствуется. Значит, и таблетки, сами знаете, что не все можно давать, и какие-то... Тот же нашатырь тоже нельзя прикладывать. Это уже сейчас запрещено. То есть вот эту систему нужно отработать. Действительно, механизм, ты прав. Но нужно обязательно механизм как выстроить. Должна быть часа, ну то есть днем, субботу, воскресенье в основном, да? А не их обучить, а в течение недели те же бабушки и девушки правильно будут делать этот комплекс упражнений на тех или иных тренажер, которые стоят непосредственно в их дворе. Кроме вот спортивного процесса. Следующий наш проект, который мы активно уже развиваем не один год, то есть он имеет поддержку и общественной палаты Российской Федерации, то есть, ну и ЦИК Российской Федерации. То есть это проект «Интеллектуальная игра гражданин». То есть вот за три года реализации в этом проекте уже поучаствовало более 20 тысяч человек. Что она себе включает? Из 40 регионов. То есть это мы используем простую механику. Это игра по станциям, в рамках которой, получается, школьники 9-11 классов обучаются Конституции Российской Федерации. То есть мы не проверяем знания, как это происходит всегда и как это происходит в школе, а мы обучаем в интересной интерактивной форме. То есть вот за счет этого мы получаем вообще великолепные результаты, когда дети приходят, заканчивают игру, и они с такими глазами на нас смотрят и говорят, а я всю Конституцию изучу. Алексей Алексеевич, теперь переходим к вам. Общественная палата курирует и координарует работу всех НКО Республики. Мы уже здесь послушали, проблемы есть. Насколько активно сегодня гражданское общество вообще в целом? Достаточно ли у нас успешных социальных проектов или их никогда не бывает много? Ну, к некоммерческим организациям имеют практически отношения все граждане Чувашии. Все у нас организации более 1300. Из них 470 – это общественные организации, 327 – религиозных организаций, включая все концессии, значит, вы знаете, которые у нас есть в республике. 127 – профессиональных союзов, 37 организаций – это политические партии, региональное отделение, 10 – общественных движений. 11 – общественных фондов. Я могу много перечислять. Есть организации очень большие. Вот такая вот организация, как, скажем, Союз женщин Чувашии, объединяет в своих рядах более 110 тысяч человек. Такая же общественная организация, как Торгово-промышленная палата Чувашской республики, тоже некоммерческая организация. По сути дела, все те предприятия, которые входят в состав Торгово-промышленной палаты, это 90% ОВП Чувашии. То есть вот от деятельности общественных организаций зависит очень многое. Конечно, сказать, что мы руководим, наверное, это громкое название. Мы стараемся поддерживать некоммерческие организации, сотрудничать с этими некоммерческими организациями. Направить. Направить, да. Это, ну как, мы сотрудничаем. Потому что каждый, вот я думаю, коллеги выступили сегодня. Они очень хорошо рассказали о своих организациях. Ну, как я вот смогу руководить Оксаной Юрьевной, если она в этом плане больше специалист, чем я. Или, например, с Романом. Чем-то помочь рассказать. Мы собираемся в палате, мы советуемся. Потому что все вот эти коллеги, которые здесь присутствуют, кроме Тахира, и Оксаны Юрьевны, и Роман, они члены общественной палаты Чувашии. Да и палата-то она формируется как? Вот если 11 человек назначают глава республики, 11 проходит через выборную кампанию, через конкурс с госсоветом Чуваш, а другие 11, они тоже проходят через конкурс. Это представители некоммерческих организаций. То есть вот палата, она сформирована на таких вот демократических моментах. Да. Ну и второй момент. Вот то, что есть поддержка республики. И вот вы сказали сейчас о грантах. И в последние годы очень существенная поддержка президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, президентские гранты позволила очень многим не только мечтать, что могут сделать некоммерческие организации, Оксана Юрьевна тоже об этом, и, я думаю, Роман Муркут об этом также сказать, потому что они победители этих грантов, что они смогли себя реализовать, пройдя очень такой жесткий отбор на уровне Российской Федерации. И, наверное, то, что люди почувствовали уверенность, да, и нам несколько раз приезжали из Москвы представители, обучали наших. Ведь там самое главное – уметь написать правильно проект. Значит, уметь доказать. Ведь некоммерческая организация, вот смотрите, некоммерческая организация – это люди, которые там работают, они не работают на личную выгоду. Они идейные. Они работают на общество. И своими делами, я думаю, все три коллеги сегодня это лишний раз подтвердили, они приносят пользу обществу нашему. И поэтому, если ты доказываешь, что в результате твоих действий общество наше получит определенный результат, что наше гражданское общество получит какие-то, ну, скажем, в форме услуги, то, конечно, эти проекты поддерживаются. Вот последний год у нас, если в первом случае было подано 62 заявки эту весну, и мы на уровне России выиграли 10 миллионов рублей, почти 7 миллионов рублей, то сейчас уже этих заявок 72. И вот завтра мы ждем результатов, завтра, наверное, объявят, и мы очень надеемся, что у нас тоже снова будут победители, и появятся снова новые возможности для наших некоммерческих организаций и проявить их. Кроме того, в этом году будет разыграно еще и 20 грантов Чувашской республики. Там тоже очень существенные деньги. Это тоже поддержка некоммерческих организаций, значит, еще больше людей почувствуют ее результаты. Ну, а так, если говорить о... Ведь, знаете, некоммерческая организация – это не только, скажем, грантовая деятельность, это проведение семинаров. Вот Тахира, я сколько был у нее на семинарах, которые, знаете, они же проводят, они учат семьи, учат семьи, например, на основании лучших практик, как правильно воспитывать детей, приемных детей. Это же непростая работа, когда ты берешь в свою семью ребенка из детского дома. Это же, знаете, это приколняться перед этими людьми не надо, но их надо учить. А сколько мы на наших семинарах в некоммерческой организации поднимали вопросы, скажем, детей с отклонениями, которые тоже нуждаются в этой поддержке. Это же наши дети, мы их очень любим. И ряд других вопросов. Семинары различные, симпозиумы, участие в каких-то выставках, да? То есть вот эта деятельность, она не коммерческая, она способствует формированию общества. А еще очень важный элемент – это участие в выборной кампании. Ведь у нас, когда были выборы президента России, вокруг палаты, мы сформировали корпус общественных наблюдателей более двух тысяч человек. И у нас были моменты, мы сами смотрели по телевидению, когда кто-то там пытался где-то что-то не очень правильно себя вести, были элементы провокации. Это пресекали не сотрудники полиции, это пресекали общественники. Вот задача наших, всех некоммерческих организаций – это объединить общественников в их желании сделать наше общество более, скажем, таким подготовленным, да? Более уверенным. А самое главное – объединить усилия людей на благие дела. Вот это вот наша, наверное, самая главная задача. Ну, а работаем в этом вопросе мы очень тесно с органами власти. А как мы работаем? Потому что все, вот о чем говорил Роман сегодня, все законы, которые из-за постановления правительства, Чувашьской республики и часть российских законов, они проходят экспертизу в общественной полосе. То есть специалисты смотрят эти документы. Это тоже есть, у нас есть возможность влиять на нормативный документ. То есть, ну, можно говорить еще и о других видах действий. Как складываются отношения вообще? С властью? Ну, я скажу так. Вот я, как председатель палаты, являюсь участником заседания правительства, планерок при главе Чувашской республики. Все члены общественной палаты входят в советы всех министерств и ведомств Чувашской республики. Все члены палаты являются членами советов муниципальных. То есть изнутри уже действуют. Да, при муниципалитетах. То есть мы, например, значит, знаем вот это вот состояние, мы знаем, чем живет наша республика, какие вопросы решает правительство, какие решают вопросы на депутатских комиссиях. То есть это, конечно... Связь налажена. Да, связь, она работает. Это позволяет нам, ну, скажем, быть более эффективны в своей деятельности. Допустим, разработан проект, вот, например, да, как быстро удается найти единомышленников. Насколько охотно люди не из инициативных групп, а вот просто граждане включаются в работу. Вопрос, кому, наверное, вот вам. Давайте к вам, Тахир. Знаете, мы должны просто понять, в каком поле работает НКО, да. Здесь очень много сейчас... Я хотел бы выделить родительские организации. Сейчас родительские организации, которые собраны по... Наверное, по такому образу, когда... Это могут быть больные дети, да, дети с различными заболеваниями. И это такая группа людей, которые действительно они могут и должны влиять на процессы, они хотят, но очень часто случается так, что это не очень профессиональные организации. И общественная палата, в том числе, она работает над тем, чтобы мы могли... Вот у нас прошел форум 26-27 числа. Это очень важное было событие, потому что действительно такое межсекторное было у нас взаимодействие. Мы были представителями власти. Абсолютно всех, практически министерств были на уровне министров, замминистров, участвовали в работе форума. Это были... Это было масс-медиа, да, наши СМИ, которые участвовали также в том, чтобы разъяснять некоммерческим организаторам, некоммерческому сектору, неправительственным организациям, как необходимо работать, взаимодействовать, проводить такую информационную кампанию, грамотную. Там был социально ориентированный бизнес, что очень важно. Тот бизнес, который уже заглянул выше собственного забора и готов там, где он находится, делать нашу жизнь вместе сообща лучше, да, помогать. И, конечно же, мы не можем сейчас... Это очень важная связка такая, да. И мы понимаем, что также в партнерстве с другими общественными организациями, то есть это вот такая межсекторная работа правительства, социально ориентированный бизнес, некоммерческие организации и масс-медиа, когда мы работаем сообща, мы можем ввести какую-то проектную деятельность, вы говорите, как найти партнеров. Когда мы сумеем объединиться, если мы так умно сможем подойти и объединить к какому-то проекту, значимому, вот так вот сообщество такое, комьюнити организовать, то тогда, конечно, эффективность решения социальной задачи будет в разы повыситься. Наша организация, например, занимается... Вот фонд мой, ну, наш фонд, он существует 10 лет, но о нем никто не знает. Если я назову вам название, никто не знает. Но мы не собираем деньги, потому что собирают деньги те организации благотворительных фондов, где острая, есть экстренная, необходимая поддержка. И очень важно, что те фонды, которые работают с общественной палатой, они аккредитованы, мы можем им доверять. Мы понимаем, что это действительно профессиональная организация, которая оказывает адресную помощь, оказывает адресную помощь с благополучателем, работают непосредственно с благополучателем. И благотворительные фонды, различные родительские организации, это такой отдельный, на самом деле, сектор, которому необходима особенная какая-то поддержка и от государства. И вот общественная палата это проводник. Проводник для того, чтобы те профильные министерства, которые должны как бы восполнять вот эти трудности перевода, если так можно сказать, какие-то вещи, системную отладку произвести в этой работе. Общественная палата, она такую роль ведет для того, чтобы мы могли взаимодействовать вместе, находить партнеров. Благодаря форуму, проведенному, конечно же, очень многие нашли себе партнеров для каких-то дальнейших проектов, партнерской деятельности. Я бы хотел добавить. Можно, к сожалению, идет также еще много размывания сектора неправительственного, потому что есть бюджетная организация сегодня, которая играет очень серьезную роль и туда вливается очень много ресурсов. И практически это, можно сказать, что это какая-то конкуренция для некоммерческого сектора. Потом есть околоправительственные организации. Замечательно, но они более профессиональные, потому что там люди работают из профессиональных отраслей. То есть это околоправительственные, околополитические организации, какие-то движения. И очень большую часть ресурса, конечно, они забирают, потому что они более профессиональные. Сегодня был форум и как раз-то поднимали вопрос. И руководитель на самом телевидении со своими коллегами предложили провести такую хорошую школу для некоммерческих организаций, для того, чтобы повысить такой уровень квалификации нашей. Это очень хорошая идея. Роман, ты хотели сказать? На самом деле люди приходят в НКО, то есть я для себя выделяю три типа людей. То есть это первый тип людей, это люди, которые приходят для опыта, это часто молодежь, которые участвуют в молодежных мероприятиях и проектах. второе, это люди, которые приходят в некоммерческие организации какие-то проекты, сближаются по своим проблемам, то есть это там сообщество инвалидов, глухих, то есть в благотворительные фонды часто так люди приходят, то есть они ищут деньги для своего ребенка, чтобы его вылечить, да, после этого начинают работать в этих фондах, то есть помогать развиваться этим фондом. вот, и третье, это профессиональные как раз таки организации, которые профессионально занимаются этой деятельностью, да, вот как вот Федерация фитнеса и аэробики, вот можно сюда отнести, это вот люди, которые профессионально этим занимаются, да, и все эти три виды людей, которые работают в некоммерческих организациях, они по-своему выполняют работу, то есть, ну, в своих направлениях, да, и очень важно сейчас именно уметь доносить информацию, что они делают и для чего они ведут эту работу до других граждан, то есть, если бы люди знали, что нужна помощь там, какому-то благотворительному фонду, чтобы там сделать там, там, сделать сайт тот же самый, я думаю, большое количество людей сразу найдется, которые будут готовы его сделать, откликнутся, да, да, если люди скажут, что нам нужны вот там волонтеры, чтобы провести какое-то мероприятие, да, то есть, сразу же люди откликнутся, то есть, я вот там по своему примеру говорю, когда мы сидим, готовим проект, да, у нас нет людей, которые хотят работать там, да, а потом мы идем презентовываем этот проект, говорим о нем в социальных сетях, то есть, на каких-то встречах рассказываем, сразу же появляются единомышленники, то есть, тут, наверное, не стоит вопрос, готовы ли люди участвовать, больше стоит вопрос, как мы об этом говорим, то есть, да, и вот такие вещи, как вот сегодняшняя передача, как вот школа, о которой вот заявил директор национального телевидения, они будут как раз-таки способствовать развитию некоммерческого сектора в Чувашии и вовлечению больших слоев населения, то есть, что сейчас действительно нужно, потому что, когда я приходил в некоммерческий сектор, это я был студентом второго курса, да, я приходил ради опыта, да, но мне нужен был опыт, то есть, где я могу еще научиться работать, кроме как не в проектах, да, и так получилось, что мне это все настолько понравилось, и я понял, что нужно работать в этом направлении, развивать все это, потому что не так много людей, которые сейчас этим занимаются, готовы это вкладывать, а некоммерческий сектор, он очень сильно изменился с того времени, то есть, все механизмы, которые раньше были, они совершенно изменились, то есть, сейчас поддержка намного лучше, то есть, я бы хотел тоже добавить такую вещь, знаете, организация некоммерческая, но вот два мероприятия я хочу вспомнить, вот первое, вот Роман проводил праздник флага, да, и знаете, ему же представляли лучшие площадки в городе, поэтому он, да, один из них этот ресторан, плавучий ресторан в заливе, да, предоставили, и вы видели бы детей, которые рисовали флаг, которые там участвовали, этот конкурс, который приводил, на это мероприятие приехал глава республики, родители, знаете, это вот какой резонанс получил, или другой праздник, о котором я говорил, проводила Оксана Юрьевна, это на нашем центре, где маут и байк, знаете, спортивный зал, там яблоко упасть нет, там столько народу, только Оксана Юрьевна говорит, что мы теперь все соревнования, мы можем проводить только в Ледовом дворце, не хватает, настолько стало это популярно, а какая поддержка со стороны коммерческих организаций, они же помогают, мы это говорим, так ведь, они не афишируют свою деятельность, но если люди коммерческие, у нас очень много таких людей в Чувашии, которые видят, что эта деятельность направлена на благо людей, они это делают, они это помогают, они сами приходят, помогают, предлагают, они это поддерживают, потому что они видят, куда это направлено, потому что человек, который видит, куда идут его деньги, он должен знать, куда они идут, если у него какие-то есть подозрения, понятно, а если он знает, что от этого только все выигрывают, так вот, не коммерческие организации, вот тесно, с коммерческими организациями, с органами государственной власти, эффект этот очень высокий, когда и власть поддерживает, вот я думаю, что мы можем много об этих вещах говорить, и я считаю, что эта деятельность, она у нас развивается. Я хочу тоже добавить, вот вернуться к тому, что говорил Роман, три, выделено три группы, но мы забыли про пенсионеров, дело в том, что это очень активная группа, четвертая, пенсионеры, мы даже написали проект, школа, азбука спорта, значит, с помощью того, что мы будем обучать пенсионеров, этот слой, он остался, понимаете, он же очень активный, и население, оно настолько нереализовано, так, как хочется, вы помните, раньше профсоюзы были, пяти минутки были, зарядки были, значит, между, значит, пяти минутки, у них называется физкульт-минутки на предприятиях, ведь все, что было раньше, они с таким, энтузиазмом, с запалом, и главное, нужно обратить на них внимание, раз, плюс ко всему, привлечь их к работе, два, и третье, они многое сделают, они, потому что у них много свободного времени, они опытные, и активные желания, главные желания. Я хочу обратить ваше внимание, что действительно, соединение некоммерческих, общественных организаций, именно вот с этим сектором, значит, людей в возрасте, потому что они окажут действительно очень огромную помощь. И дальше хотел бы обратить внимание на то, что некоммерческая, общественная организация, федерация, по статусу, да, общественная организация, но с чем мы сталкиваемся? Я всегда говорю о том, что все, кто может воспитать чемпиона, у него нет времени писать, понимаете? А вот этот вот, значит, кто работает в федерации? Это тренерский состав, один бухгалтер, который приходит, и все, то есть, круг-то он сузился. Что для того, чтобы, ну, опять же, по спорту, то есть, то, что болею спортом, люблю спорт, я хочу, чтобы он на хороший уровень выходил, и эти проблемы озвучиваю. У нас других проблем тогда не будет. Нет. Все начинается с здоровья. Счастливый человек, это здоровый человек. Большинство не станет проблем благодаря спорту. Может быть, да, по нашим механизмам отработается система для некоммерческих общественных организаций. То есть, приходя на собрание, одно и то же слышишь. А. Нету сайта. Б. Нету бухгалтера. Нету компьютера. Нету того, сего и так далее. Нет здоровья. А без, сейчас 21 век, действительно, без компьютеров, без системы освещения всего этого мы не сможем передать свои знания другим специалистам. Первое. Предложить всем некоммерческим организациям, вот как, в общем-то, все структуры хотят их собрать, объединить, довести, чтобы доступны ваши все семинары. Действительно, вы же хотите на телевидении проводить для НКО семинары, как написать проект. Мало того, как написать, как отчитаться. у нас же учебно-тренировочный процесс, мы практически без конца, чтобы достичь тех или иных результатов. Как написать, как его правильно реализовать. сейчас при общественной палате создана группа, которая помогает людям писать проекты, к нам обращается, и у нас, скажем так, наверное, процентов 25-30 вот этих проектов, которые сейчас представляются, прошли консультации через общественную палату. Кроме того, мы подписываем письма еще поддержки, то есть мы подписываем только то, что мы действительно знаем, что данный проект будет направлен на благо жителей Чувашии. Мы их всегда поддерживаем. Поэтому я думаю, что те некоммерческие организации, которые нас сейчас слышат, уважаю, обращаюсь уже к телезрителям, и вам спасибо большое за то, что нам предоставили эту арену, приходите, мы вас обязательно проконсультируем, мы найдем вам опытных людей, которые уже неоднократно были. И вообще, скажем, приходите со своими вопросами. Помогут, подскажут, направят, объяснят. Не надо отчаиваться. Не надо, да. Но надо понимать также, что, уважаемые коллеги, что у Палаты денег нет. Что все мы работаем на общественных началах. Никто из членов Палаты не получает заработную плату. Что мы все общественники. Должны приходить идейные люди, которые горят... Но подсказать, как это сделать, с учетом этого опыта, пожалуйста, мы обязательно... Приходите. Да, приходите. Хорошо. Недавно прошел форум Инко. Вы все были участниками. Что вы подчеркнули? Вот каждый из вас и вот вы работали с участниками других регионов. Может быть, опыт соседей вам чем-то помог? Я думаю, вот наши коллеги расскажут об этом. Давайте расскажите. Еще раз мы говорим о такой настоящей спайке, коллаборации разных секторов. для того, чтобы мы могли... Действительно, как социально ориентированный бизнес, он мог услышать ту некоммерческую организацию, которая есть. Такой особенный запрос, но они готовы действительно подойти к этому профессионально. Потому что очень часто не слышно этого запроса, потому что он неправильно сформирован. И много, на самом деле, очень много есть возможностей сегодня для некоммерческого сектора, для неправительственных и государственных организаций. Ну, например, национальные проекты. Огромная сумма выделена на национальные проекты. Это здоровье, демография, культура. И каждая некоммерческая организация могла бы себя там увидеть. Более того, что это даже прописано в этих проектах. И для того, чтобы руководители организации некоммерческие, неправительственные мог пойти в определенное министерство или получить какое-то действительно понимание, как он может в этом участвовать, как он может заявиться туда, вот для этого существует общественная палата, опять же. Для этого мы проводили форум, для того, чтобы действительно озвучить какие-то последние тенденции, понимать, что благотворительные организации есть, есть организации, которые работают, а некоммерческий сектор, он очень большой спектр у него. Кто-то работает действительно в спорте, это очень важно. Кто-то работает со здоровьем детей. Это вот еще раз, что касается детей, мы всегда отказываемся. Вот если вопрос стоит поддержать наш какой-то проект, да, или это вопрос здоровья какого-то ребенка. Мы всегда, конечно же, скажем, есть фандрайзинговые фонды, которые исключительно заняты тем, что они собирают средства. И здесь это очень важно, еще раз, аккредитованные фонды, которые оказывают экстренную помощь ребенку, адресную помощь конкретной семье. Мы, например, не собираем, наш фонд не собирает средства, мы являемся лобби, той целевой аудиторией, которую как сопровождаем. Но более того, мы говорим сейчас о системе вообще предупреждения семейного неблагополучия. И, например, те организации, с которыми нам необходимо просто сотрудничать, это различные движения волонтерские, да, их очень много. Кто-то занимается исключительно, например, добровольческие движения событийными мероприятиями, мы можем видеть, что они участвуют в каких-то праздниках, что-то еще. Есть профессиональные волонтеры, например, волонтеры-медики, да, они могут нам помочь вот очень узко, и мы понимаем, что это люди уже с определенной заточкой такой профессиональной. И мы говорим, слушайте, как профессиональная организация, мы говорим, не ходите в сиротские учреждения. Туда должны идти люди, получившие сертификацию какую-то, да, умеющие работать с этой категорией детей. Идите, пожалуйста, давайте консолидируем наши усилия и пойдем в ту семью, где есть кризис, да, поддержим эту семью. У нас таких семей очень много, и мы должны купировать вот это такое явление, как социальное сиротство. Зайти в эту квартиру, помочь ребенку, научить его правилам гигиены, сделать вместе с ним ремонт, не знаю, в его комнате, сделать вместе с ним уроки. Посмотреть, как он живет, чем он живет. Конечно, помочь этой семье. То есть нам необходимо, у нас, к сожалению, извините, я на свою тему перехожу, да, 100 тысяч детей ежегодно в России выявляются как социальные сироты. То есть огромное количество. И для того, чтобы это не происходило, нам нужно поддержать институт семьи. Мы сейчас боремся, к сожалению, с последствиями, с метастазами, да, с сиротством. Но нужно вот эту семью, которая, ну, по какой-то причине, там сложно все, да, ее нужно поддержать. И для этого, конечно же, активация гражданского общества, да, мы говорим о активации социального капитала территории, где, конечно же, органы исполнительной власти, законодательной власти, конечно же. Опять же говорим о взаимодействии. Конечно, о взаимодействии. Нам необходима такая площадка. Вот, Алексей Дмитриевич, вот все, кто был на форуме, у нас было четыре площадки, и каждая площадка вынесла в своей резолюции о том, что нам необходимо такое место, постоянное место для диалога, чтобы мы могли, дом НКО это можно назвать, с точкой кипения, хабом. Да, конечно, я бы тоже хотел, вот, Ахир говорит, это он коллеги добавит. Вот для меня, например, было такое, в какой-то степени открытие, да, мы ездим по Чебоксарам, и у нас все дворы выглядят по-разному. И очень, и на 90% зависит, какой двор в каждой территории, кто там старший по дому. Такая компания. То есть, когда собираются инициативные люди, вот я скажу, юго-западный район, два рядом дома. В одном доме во дворе помойка, а в другом цветники, они используют старые, там, скажем, колеса и все остальное. В одном там спорят, кто займет там это место, ему, если старший по дому, ему чуть не отдельный кабинет там надо с компьютером, да. А другая тетка, ну, ничего не просит, спокойно поговорила, на лавочке все обсудили, в управляющую компанию пошла и все сделала. И вот эксперт, который приезжал к нам на форум, а у нас были представители семи территорий России, это Москва, Екатеринбург, Казань, были представители Кировской области, Усульяновска приезжали, Спензы, да. Были очень люди, заинтересованные в нас, и опыт, который накопился в Чувашии, для них тоже интересен. Вот один из этих экспертов, Глеб Владимир Тюрин, вместе с нашим таким вот интереснейшим у нас человек, Этнер Николаевич Егоров, да, и вот они вместе, когда они делали площадку по развитию именно местных сообществ, да, они, я думаю, все, кто там, они убедили, что не надо все время только думать, что кто-то за вас придет, и кто-то что-то должен сделать. Ну, сделайте вы из своей, значит, села, место, где вы живете, улицы, где вы проживаете. Дом, подъезд. Да, соберите, приведите в порядок, просто уберите грязь, сделайте какую-то дорогу там, да, ну, вы же люди же, ну, потратьте какие-то средства собственные, вы же на себя работаете, да? И вот, и знаете, там было очень, вот и таких вот элементов по всем площадкам, которые было, было высказано очень много. И сейчас действительно, о чем вот уже сказал сегодня, значит, наши коллеги уже говорили об этом, то мы сейчас подготовили проект, мы резолюцию до конца дозавершаем, там уже есть программа проекта, мы ее, естественно, обязательно доведем до нашего членов правительства, главы республики. И, значит, потому что вот когда был предыдущий форум, вот элементы, те наши предложения, предыдущий форум, который был два года назад, некоммерческий форум, они вошли в программу развития Чувашии до 35-го года. Наши предложения были учтены. Мы и уверены, что и здесь наши предложения, они тоже войдут в очередной проект, они будут финансово поддержаны, они будут законодательно поддержаны. И я думаю, что ведь этот форум не просто там собрались и поговорили. Да, встретились. Да, это форум, о чем говорил Тахир, где собралась власть и представитель. Решались вопросы. Там решались вопросы, и очень важно, что нас слушают и нас хотят слушать. И здесь, конечно, очень большая роль средств массовой информации. В общем, признательно, что вы нас сегодня пригласили в национальное телевидение. Мы рады вас видеть. Да, и вы нас всегда как-то, нас всегда отвлекаетесь на все наши просьбы, когда мы собрания проводим. Потому что я считаю, что роль средств массовой информации здесь очень велика. Спасибо большое. Данный форум проводится уже в третий раз. Это нужно отметить. И проходит он очень широко, в разном месте всегда. Вот эта данная площадка, я думаю, что она действительно очень актуальна. Ледовый дворец, она комфортная для всех людей, потому что собралось очень много количества разных направленностей. Образование, спорт, медицина, строительство и так далее. Что главное? Первое. Когда мы пришли на данное мероприятие, значит, на наш третий форум некоммерческих общественных организаций Чувашской Республики, были очень сильно удивлены тем, что проектов, вы видели, да, то есть, которые были выставлены, их много. Если раньше их было всего лишь 7-9, то сейчас их около 50. И достойно представлены каждые макеты современно, руководитель проекта мог на любой вопрос ответить, потому что там стояли только руководители проекта, а мы их не видим. В обычной жизни мы их даже не видим. Кто писал, в какой направленности, что развивается. А это все-таки президентские гранты. Это очень серьезный отбор там идет. И требования серьезные. И действительно, данные форума дают возможность не только показать, что сделано и что планируем сделать, но и посмотреть и поучиться у других людей, те, кто поднимает или иные вопросы. Потому что проект – это проблема, это вопрос, и он отражает это в своем проекте. Также спасибо огромное Общественной Палачерской Республике. Где, в общем-то, мы все дружно работаем. Настолько креативно, интересно подходит к организации. Потому что пригласить всех слоев, все слои собрать в одном месте – это очень сложно. Это уровень проведения данного мероприятия. И все три форума прошли на высоком уровне. Спасибо. Хорошо. Роман. В первую очередь хотелось бы отметить тех людей, которые там были. Потому что любое такое мероприятие, любые форумы делают именно те люди, которые туда приходят. 26-27 числа мы увидели совершенно разных людей. Это были сотрудники министерств, представители бизнеса и члены некоммерческих организаций. Те люди, которые там были, они будут заряжены. И дай бог, чтобы этого заряда им хватило для того, чтобы наше гражданское общество развивалось. И сейчас вот я вот сейчас из своих вот исследований, то есть когда вот я просто каждый год для себя делаю там исследования. И в этом году, летом, когда вот я его проводил, то есть я обдумывал, как будет развиваться некоммерческий сектор. Просто еще одна сфера моих интересов – это маркетинг. И вот я заметил, что в Европе и в Америке сейчас очень сильно развивается создание местных сообществ, которые находятся рядом с бизнесом. То есть вот они создают небольшие сообщества людей по интересам, и они уже там развиваются в них как-то. Вот. И сейчас будет происходить то же самое в России. И некоммерческий сектор в этом будет как раз-таки помощником для бизнеса, для того, чтобы создавать эти сообщества, делать повестку этих встреч. Ступенька своего рода, да? Да. И сейчас, то есть мы получим в течение там двух-трех лет, то есть пока вот до нас все это дойдет, мы получим новый виток развития общественных организаций. То есть и он будет еще более сильный. Поэтому вступайте в некоммерческие организации, работайте, реализовывайте проект. То есть это обязательно все воздастся вам. Я бы хотел еще один фраза добавить, как раз в завершение. Важнейшим элементом, важнейшим элементом наших всех трех форумов, всех трех, это было участие главы республики. Это очень важно, потому что, ну, глава, когда, понятно, что это важнейшее направление нашей деятельности, и мы очень признательны за это Михаилу Васильевичу, на этом же форуме, что было особенно приятно, что три некоммерческие организации получили благодарность главы республики. Он вручил часы памятные наши красивые, сказал в их адрес добрые слова. Это тоже было впервые отмечено главой республики, насколько важно наша власть признает развитие вот этого сектора. Я думаю, что это, наверное, как раз и говорит о том, что мы и власть, мы делаем одно дело. Конечно, у нас бывают споры, и по всем документам и споры там, и свои... Это рабочие моменты. Это рабочие моменты, но они помогают вырабатывать нормальные конструктивные решения. Поэтому я вот то, что сказал Роман, я считаю, да, у нас есть направление, скажем, возможность развиваться, у нас есть нормальные перспективы, просто надо работать, и тогда все будет нормально. Итак, дорогие гости, спасибо вам за беседу. А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас были Тахир Мирджапаров, председатель ассоциации замещающих семей Чувашской республики, Алексей Судлинков, председатель общественной палаты Чувашии, Оксана Вербина, первый президент Федерации фитнес-аэробики Чувашии, и Роман Васильев, член общественной палаты Чувашской республики. Спасибо вам за беседу еще раз, и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok